Я просто хочу пояснить, пока суда нет. Тут есть, кстати, вы слышали, что они сказали? Они сказали, что какое отношение это дело имеет в саду. Как какое отношение? Я нахожусь из себя дома, и эти вот, эти вот злочинцы, вот эти, заходят ко мне по приказу Краматорского суда. Вот они. Они заходят по приказу Краматорского суда, вы мне не указывайте. Вы представите по приказу Краматорского суда, и вы будете отвечать очень жестко, потому что вы выполняете, у каждого есть моральное право отказаться от выполнения злочинных указов, и много ваших прокуроров отказалось, и они со мной говорили про это. Вы выполнили это, и сейчас разгребайте. Потому что каждый из вас, кто выполняет это, будет сидеть. Я вам обещаю, перед украинским народом, это первое. Вторая история. Вам придется вернуть эти полтора миллиарда долларов не из кармана украинцев, которые вам поручил Луценко. Вам придется вернуться из своих карманов, и вашего папы, и всех остальных, которые участвовали в коррупционных делах, всегда. Потому что он сын еще, сын такого же, как сам. И там у них все по непотизму и по коррупции, и все назначаются вот так. И там цепь третье, четвертое поколение коррупционера уже работает. Это раз. Это раз. И надо их гнать. Не только гнать, надо, чтобы они отвечали перед судом. Это первое. Вторая история. Что значит? Они заходят ко мне по решению Краматорского суда, и они говорят, что какое отношение имеет дело. Извините, я у себя дома, они приходят по фальсифицированному делу, по которому они украли полтора миллиарда, какое это имеет отношение? Второе. Этот Луценко, его посыпаки, что они говорят? У нас есть, вы послушали, что они сказали внимательно? Что Саакашвили сделал что-то, на что мы реагировали? А потом он сказал, он планировал делать что-то. А-а-а, я не сделал, он планировал. То есть три планирования, типичный Савок, типичный. То есть Советский Союз никто не мог разрушить, мы все время планировали его разрушить. А Гонтарева сделал? Да, Гонтарева реально украла полтора миллиарда. На десяти миллиарда. Анатолий Гриценко брал Гонтарева, полтора миллиарда вместе с Пасинюком забрала, а там они ничего не забыли. А я, оказывается, планировал разрушить государственную строй Украины. Вы представляете, с какими людьми мы имеем дело? Вы представляете, что это вообще, все это зрелище, называющее судом? Вы представляете, до чего докатилась прокуратура? И вообще, до чего они довели государственные институты? И поэтому ситуация очень простая. Запомните все их фамилии и имена. Потому что потом они будут... Потом, когда Порошенко улетит на Мальдивы, когда Луценко улетит куда-нибудь в Испанию, надеюсь, мы его не выпустим, они будут говорить, мы люди маленькие, тогда так было нужно. Запомните их фамилии, их глаза. Вот это глаза тех людей, которые выполняли их приказы. В этот раз, тут есть в этом зале люди, которые будут и президентом Украины, и руководителем украинского государства. Я хочу обратиться к ним, потому что у меня нет должностных амбиций. Ни в коем случае не отпускайте их, прошу вас. Ни в коем случае, чтобы они не отвернулись от ответственности в будущем. Это очень важно. Потому что вам они уже не понадобятся. Такие вам не понадобятся. Мы будем строить новую Украину, когда человек, который выполняет любой преступный указ, они считают, что они всегда нужны. Его отец был нужен, он нужен. Больше не будет нужны. Они нужны в тюрьмах и в камерах. Но ни в коем случае на государственной службе. Это мы должны все запомнить. Потому что тут есть реальный лидер Украины в этом зале. И тут это необычный процесс. И эти люди, какие бы премии им не отдавали, им придется отвечать за это. Их хозяева, кто сбежит, кто не сбежит. Мне тоже забрать надо этот день. Вот и вся история. И поэтому... Я не могу сказать, что это значит, что это значит, что это значит. и далее, и далее, и далее. Они есть у меня на фейсбуке и увидели. Другая заявка, которую также подал, про сопряжение пану Луценку и цими прокурорами, Гонтареву и Посинюку, в чинении злочину, предбаченном статье 209 Криминального кодекса, это отмивание доходов на житых незаконным шляхом. Эти две заявки поданы. Конечно, что за действующим законодательством абсурд. Когда нужно получать справу против прокуроров и генпрокурора, мы должны писать заявку в прокуратуру. Это абсурд. Конечно, никто на них не выдруговывал. Но 24 часа всплывала и поданы скарги до судов. И сейчас справы находятся в судах. Я абсолютно уверен, что мы переможем, суд зобовьется их расследовать. Но, на жаль, пока что ситуация входит так, что эта брехня сейчас вводит в оману судов. Так что мы занимаемся этим вопросом. Не слушайте их, справа по-другому. Я, 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 Виталий Купри, народный депутат Украины Виталий Купри, но я хочу додать такое, что Луценко, поэтому вопрос не только в прокуратуре дела. Набу начала это расследовать. И Луценко на прошлой пресс-конференции пригрозил Набу. Он сказал, что пока посетнику ничего не будет делать, мы посмотрим, как он себя будет вести. И тогда решим. То есть они еще угрожают сытнику эти. И почему они угрожают? Потому что, когда Набу возбудила дело, почему вы думаете, Гонтарева пошла в отпуск на 8 месяцев? А знаете, какую она зарплату получает в банке? 7 месяцев за вашей зале, вот это, и 7 месяцев за год не получаете, как она получает за 1 месяц там. Она пошла во многомесячный отпуск и уехала за границу. По синюх переехал в Лондон. Почему они переехали? Потому что эти там свои. Но Набу есть какое-то странное животное, которое расследует. В отличие от меня, они меня выдворяют из страны, они уезжают. А два правой и левой руки президента остался без рук. Он грозился отрубить рук, и он остался без правой и левой руки, потому что они уехали в Гонтарева, я не знаю куда, по синюх Лондон. Почему они уехали? Потому что у Набу дело по их фальсификации. И почему они, что они сделали? Они сделали это потому, что для того, чтобы Набу прекратила дело, они ему угрожают. Говорят, мы еще по синюху посмотрим. Мы еще не... Луценко посмел, этот деградировавший тип, этот вор просто, этот человек, который предал всех и всяких, всю жизнь предавал и предал под конец Майдан, посмел еще пригрозить Набу, сказал, мы будем смотреть, как они будут себя вести, и поэтому будем реагировать на его действия. То есть гемпрокурор не просто вор и коррупционер, но и шантажист. И это не мои слова, это его слова. Вот чем они занимаются? Они есть организованной преступной группировкой, и организованная преступная группировка, это не только крестные отцы. Организованная преступная группировка вот составит вот из этого типа, из этого типа, из таких людей, которые выполняют их приказы, которые являются непосредственным исполнителем, потому что без них они кто. Порошенко... Луценко ему поцеловал перстень, как вы помните, как в мафиозных фильмах. А эти целуют руки Луценко. Вот так у них выстроена ситуация. Тот Луценко на коленях целует Порошенко руку, а они целуют на коленях не знаю что Луценко. Поэтому и вот вся их суть. И вот вся их отсутствие всякой чести и совести. Вот эти люди. Поэтому не они должны судить нас, мы их должны судить, люди. Судом народа мы их должны судить и мы тут их судим. Не они нас судят. Запомните, мы их судим и мы их засудим. Если я хоть что-то понимаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!